В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Новый детский сад, открывшийся в жилом комплексе пригород Лесное, получил необычный подарок. Под пушистой веточкой веселятся деточки. А у нас вон сколько пушистых веточек и очень много деточек. Как соблюдается масочный режим в Ленинском городском округе, проверили члены общественной и торгово-промышленной палат муниципалитета. Молодой человек прошел бы еще без маски. Спускаются люди совершенно все без масок. Совсем скоро на Аллее Славы в Видном появится новый мемориал «Стена памяти». Здесь на стенах будут укавечены как раз имена погибших. А здесь будет 4 входа. Замечательный подарок получил новый детский сад «Елочка», открывшийся всего несколько дней назад в жилом комплексе пригород Лесное. Пять саженцев ели, одна из которых «Голубая ель», теперь будут расти на территории дошкольного учреждения, где, кстати, уже высажено несколько тысяч различных деревьев и кустарников. Татьяна Брылова продолжит. Сделать свой детский сад «Зеленым» под стать названию было решено с самого начала. На территории учреждения уже растут туи и несколько видов кустарников, чем сотрудники «Елочки» очень гордятся. У нас все интересно. У нас прекрасные высажены и большое количество растений. У нас 350 на территории туй. У нас около 2000 кустарников, около 1000 цветов многолетников. Ну, сиренни обыкновенные. Гость детского сада, заместитель главы окружной администрации Эдуард Арадушкин приехал помочь с посадкой пяти саженцев ели. Один из них – необыкновенно красивая «Голубая ель». В мероприятии приняли участие не только взрослые, но и дети. Им, считает Эдуард Петрович, этот день запомнится навсегда. Как и он сам, отлично помнит первое собственноручно посаженное дерево. И они будут взрослыми, и у них будут внуки. При отсутствии они скажут, а вот эту елочку посадил я. Когда я приезжаю, возвращаюсь в свою родную деревню, и уже со своим поколением, я говорю, у меня клен был. А вот этот клен сажал я. Да, но это около школы мы сажали, это, наверное, в первом классе. Это был первый, второй класс, но, тем не менее, такая история есть. Юным участникам сегодняшнего мероприятия, конечно, серьезную работу пока доверять рано. Но некоторые уже знают, как правильно сажать деревья. Нужно там семечку подать и водички. Надо очень хорошо ухаживать, надо весь день поливать елочку, если хочется, чтобы она выросла. Все деревья надо очень сажать аккуратно, потому что не могут там вот отломиться ветки. Если сажать не в то время, дерево может подгибнуть. Начало октября – самое подходящее время для высаживания елей, считают специалисты. А за этими деревцами будут ухаживать и сотрудники сада, и воспитанники. Под пушистой веточкой веселятся деточки. А у нас вон сколько пушистых веточек и очень много деточек. Я надеюсь, эти елочки будут нас радовать не один год. Кульминационным событием сегодняшнего праздника стала посадка голубой ели. И несложно представить, как совсем скоро, под Новый год, ребята будут ее наряжать. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Подмосковье возобновился масочный режим. В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, в общественных местах жители региона и сотрудники торговых предприятий должны находиться в индивидуальных средствах защиты органов дыхания. Как соблюдается постановление в Ленинском городском округе, проверили члены общественной и торгово-промышленной палат муниципалитета. Подробности в репортаже Юлий Погосян. По постановлению губернатора проводим контроль, как выполняются требования с детальной защитой, как мы с вами общаться, какие у вас меры организованы. С таким вопросом представители общественной и торгово-промышленной палаты сегодня заходили в магазины. Мониторинг соблюдения масочного режима начался с посещения одного из популярных торговых центров города Видное. Еще на входе председатель общественной палаты Ленинского городского округа Григорий Авдеев обратил внимание, что нет санитайзеров и сотрудников, которые бы рекомендовал покупателям надеть защитную маску. Морочек прошел бы еще без маски. Спускаются люди совершенно все без масок. Идем дальше. На территории торгового центра находится супермаркет. Здесь похожая картина. Информационный стенд, предупреждающий о масочном режиме, есть, но размещен в слепой зоне. Санитайзер пустой. Вы знаете, сейчас идет обострение пандемии, соответственно, меры рекомендательного характера уже несены. А с ближайшего времени, я думаю, начнется все-таки уже ужесточение. Поэтому хотелось бы послушать, какие образом у вас это все осуществляется. Мы сходу обратили внимание, что у вас, в принципе, здесь не ведется работа непосредственно с клиентами. То есть не отслеживается, есть ли у них след защиты. Каким образом они могут покупать ваши продукты. В соответствии с постановлением губернатора Московской области, реализовывать товары покупателям без масок продавцы не могут. За это предусмотрен штраф торговой точки. Кассир обязан попросить человека надеть маску или предложить ее приобрести. Ваши продавцы знают меру ответственности за продажу продуктов, товаров без средств защиты? Да, конечно. То есть у них только мы есть? Да, да. Вписанную информацию доводили? Да, конечно. В вашем магазине не продают товары, если у человека нет маски на лице? Мы предлагаем приобрести маску. Рекомендуем, чтобы... То есть не рассчитают человека, если он без маски? Да. Вы уверены, да? Так с паузой взяли? Нет, я уверена в этом. Многие проверенные общественниками магазины предоставляют маски и перчатки бесплатно. Они лежат на входе в торговый зал. Перчатки есть, обозначение, что масочный режим введен есть, социальная дистанция, информация есть, обслуживание только у масок есть. То есть в принципе как-то люди понимают, что все об этом уже знают, но при входе, соответственно, для них дополнительная информация есть. Это уже большой плюс. Однако предупреждающие о масочном режиме объявления не всегда бросаются в глаза. Замечание, скажем так, потребительского характера, все-таки сделать контрастные цвета, потому что они с вашим брендом сливаются, и непонятно, о чем несет информация. Я с губернатором Московской области. Официально есть, скажем так, ряд наглядных материалов, которые, в принципе, уже довольно-таки неплохо в сфере закоментовали с точки зрения качества. Вы можете их в открытом доступе скачать и, соответственно, разместить у себя на стендах и информационных плоскостях. В большинстве случаев и продавцы, и покупатели соблюдают масочный режим. Сотрудники торговых предприятий делятся. Порой бывает сложно уговорить людей надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания. Поначалу было тяжело очень с ними, потому что они все начинали прямо категорически отказываться о том, что надевают намордники и так далее. Но потом все уже привыкли, и сейчас практически все покупатели в масках. Если кто-то без маски, то есть мы не обслуживаем, поэтому они одевают одноразовую все равно. Отрадно, что многие видновчане заботятся о своем здоровье. Люди опасаются распространения коронавирусной инфекции. Чтобы второй волны не было прежде всего, ведь мы все этого боимся. И самое главное – это соблюдать меры безопасности, простую маску, перчатки по возможности. Если все, что нам рекомендуют по телевизору, мы будем делать, мы быстрее вернемся к нормальной жизни. Надо осерегаться. Я вот все время и перчатки, и маски. Я ни разу не хотела без маски. Я не хочу других заражать и сама не хочу болеть. Хорошие отзывы от участников мониторинговой группы получил один из сетевых магазинов на Березовой. Здесь в соответствии с поручением губернатора соблюдают все эпидемиологические меры. Действия вашего сотрудника, когда покупатель отказывается одевать маску? Если покупатель отказывается одевать маску, то в первую очередь сотрудник доводит у него важность, обеспечивается себя средствами индивидуальной защиты и каким образом это влияет на окружающих. После этого у нас у кассиров есть распечатанная информация, на основании чего данное требование является законным. Мы можем ему донести это устно, либо дать это покупать для знакомления. Как правило, конфликтов не возникает. Пока ношение маски в общественном месте несет рекомендательный характер. Хотя стоит помнить, что вам не отпустят товар без ее наличия. Это закон. Но не исключено, что и просто нахождение в магазине без средства индивидуальной защиты органов дыхания скоро будет караться штрафом. В наших руках не дать вирусу возможности стремительно распространяться. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ГИДНТВ. Совсем скоро на Аллее Славы появится новый мемориал, так называемая Стена памяти, где увековечат имена всех погибших воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны. Проверить, как продвигается строительство, приехала начальник территориального отдела Центральной Светлана Степина. Вместе с ней на стройплощадке побывала и наша съемочная группа. Все началось в декабре прошлого года с обращения Совета ветеранов в администрацию округа с предложением возвести на Аллее Славы Стену памяти, где поименно перечислить фамилии всех воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной войны. За простыми цифрами более 8, более 10, 40, 30 конкретных людей не видно. С нанесением вот этих фамилий будет видно, что уходили на фронт целыми семьями и не вернулись. Глава округа Алексей Спаский идею отобрил. Было разработано три проекта. Один из которых единогласно поддержали все ветераны. Заказчиком работ выступает МБУ Дорсервис. Определена подрядная организация по результатам проведения конкурсной процедуры. Это ООО «Стройпроект». Соответственно, по контракту плановой даты завершения 21 ноября. Мемориальный комплекс будет представлять собой круглую мощеную площадку с каменной стеной цилиндрической форме посередине диаметром 9 метров и высотой почти 3 метра. Здесь на стенах будут укавечены как раз имена погибших. Здесь будет 4 входа, которые можно будет внутрь пройти и посмотреть. И можно даже для маломобильных групп населения. Вокруг мемориального комплекса стена памяти оборудует пешеходную зону и места отдыха. Появятся дополнительные опоры освещения. В темное время суток стена будет подсвечиваться. Работы стартовали. В конце сентября уже вырыт котлован. Укладывается песчаное основание. В пятницу планируется приступить к бетонированию площадки. Всего же на стене памяти появятся имена и фамилии более 8 тысяч погибших воинов-жителей бывшего Ленинского района. А также 280 погибших из бывшего сельского поселения Владарского. Работы будут проведены с сохранением всех зеленых насаждений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Уже более 15 лет в районе станции Расторгуева существует необычный музей. Комната славы, как его называют создатели, принимает посетителей в помещении Ленинской районной ассоциации «Перспектива». Она объединяет военнослужащих увольных в запас и отставку, ветеранов войн и военной службы. Мимо этого здания, стоящего в начале улицы Тинькова, ежедневно проезжают тысячи машин и проходят сотни местных жителей. И мало кто знает, что здесь разместился настоящий музей. Хотя создатели, главный из которых Василий Яковлевич Сафронов, называют его комнатой воинской славы. В верхней части, это витражей, находятся экспонаты. Это родители сдали форму одежды, письма, награды своих сыновей, которые погибли в Афганистане и Чечне. И вот по крупицам, кроме фотографий своих сыновей, они сдали вот эти экспонаты. Если в начале планировалось посвятить выставку тем, кто погиб в Афганистане и Чечне, то впоследствии экспозиция расширилась. Теперь здесь есть экспонаты, рассказывающие о современном российском вооружении, об истории армии, а также с полей сражений Великой Отечественной войны. Морозов Илья Витальевич и Север Михайлович, это сыновья ветеранов военной службы. Они раскопками занимались в Калужской области и в Тульской области. И нам вот подарили эти экспонаты. Ассоциация «Перспектива» была создана более 20 лет назад. Она призвана оказывать всестороннюю помощь военнослужащим, уволенным в запас и отставку, ветеранам воин и военной службы. И успешно справляется с этим. Основные цели и задачи этой организации – это оказание психологической помощи, профориентация, переобучение, трудоустройство, оказание помощи в отставивании своих прав. Участники Ассоциации «Перспектива» ведут активную общественную деятельность, участвуют в значимых мероприятиях Ленинского городского округа, занимаются сбором информации о ветеранах и участниках боевых действий. Мы также увековечили память всех погибших в Афганистане и Чечне, поставив памятные плитки на школах, где они учились, по просьбе родителей, потерявших своих сыновей. Посетителей в музее немного. Главный контингент – школьники. Экскурсии проводит сам Василий Яковлевич. Для него это не просто история, это живая часть жизни, которой он с удовольствием делится с молодым поколением. Плотный контакт держим с шестой школой, потому что она находится в расторгове. Всегда они у нас участвуют в мероприятиях. Со второй школы, с третьей школы, с четвертой школы. Согласно графиков, они к нам приходят на экскурсии. Но группы в основном здесь, конечно, не более 15 человек. Посетить комнату воинской славы может любой желающий. Ежедневно с 10 до 14 часов. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сегодня в нашу студию мы пригласили человека, широко известного в Ленинском городском округе и за его пределами Александра Синицу. Более знакомого всем, как клоун Алекс. Добрый день. Добрый день. Итак, вы подготовили для детей, насколько я знаю, новую развлекательную программу. Скажите, где она будет выходить, когда? И, собственно, пару слов о самой программе. Выходить она будет кинотеатр «Искра». Самое любимое место жителей и маленьких жителей. Программа называется «В кино с клоуном Алексом». Значит, это идет возрождение жанров. Когда-то в советское время все мы, артисты эстрады, цирка, кино, перед началом сеанса давали представление. Потом это, к сожалению, все ушло. И сейчас я занимаюсь возрождением старых традиций, старых жанров. И уже многие даже из Москвы, из других городов пишут, говорят, большое спасибо на твоем примере. Мы возрождаем. Творческие коллективы выступают перед началом киносеанса. Значит, у нас в эту субботу и в это воскресенье в самые первые сеансы семья бигфутов, стрельцов, перед началом, за полчаса до начала сеанса мы проводим спортивно-развлекательную программу. Для всей семьи приходите с друзьями, с семьями, с детками. Мы поиграем в футбол. У нас будут настольные игры, футбол, хоккей, баскетбол, перетягивание каната. Будут призы. И будет хорошее и доброе настроение. Приходите и вы. Обязательно. Как-нибудь вот эта программа перекликается с теми фильмами, на которые, в общем-то, придут зрители, чтобы и принять участие в программе, и посмотреть кино всей семьей? Обязательно. Смотрите, вот название первого сеанса называется «Семья Бигфутов». Значит, мы со всей семьей пришли и посмотрели эту программу. Второй фильм «Стрельцов». У нас мы поставим ворота. У нас есть футбольные мячи. У нас будет связано непосредственно с футболом. Все как раз в одну тему. И семья, и спорт, и футбол, и любовь. Раз мы заговорили о возрождении традиций, это какая-то долгосрочная программа будет? Или вот только эти ближайшие выходные? То есть, поделитесь планами. Ну, вы знаете, программа в кино с «Клоновым Алексом», она идет уже не первый год. Но сейчас мы думаем, надеемся и уверены, что это будет дальше уже как цикл целых программ. Мы будем привлекать наши коллективы, коллективы нашего Ленинского городского округа. У нас есть очень хорошая дружба с нашим московским эстрадно-цирковым училищем. Будем приглашать студентов, будем приглашать уже известных и популярных артистов театра, цирка, кино. И они будут выступать перед началом сеанса. Это будет здорово. А вообще задача вернуть зрителей в кино. Нам нужно с семьей ходить и смотреть. Вот эта атмосфера кинотеатра, она должна сохраниться. Ведь я занимался мариторингом. Два или три кинотеатра по всей России. Вот такого формата, как «Искра». Это надо сохранить. Сохранить как память. И показать. Смотрите, это действующий кинотеатр. Сюда могут прийти жители решать какие-то свои проблемы. Какие-то там собрания. И пусть будет программа. Программа будет для детей. Программа для взрослых. И самое главное, можно прийти в кино. Понимаете, это очень здорово. Планы действительно захватывающие. Но я думаю, многие захотят стать свидетелями начала всей этой истории. Поэтому вы можете обратиться к нашим зрителям и пригласить их на грядущие выходные посетить кинотеатр «Искра» и ваши программы. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, приходите. Будет очень интересно. Будут призы. Будут подарки. И самое главное, будет очень интересное кино. Приходите. Мы вас очень ждем и приглашаем. Что ж, я думаю, после такого приглашения все просто обязаны взять своих детей и прийти в кинотеатр «Искра» на ваше представление. А мы благодарим, что вы пришли к нам на наш эфир. Большое вам спасибо. Всего доброго. А я напомню, что мы беседовали с Александром Синизой, точнее, клоуном Алексом. К другим новостям. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Энергия» регулярно проводит творческие мастер-классы в Центральной библиотеке города Видное. Очередное открытое занятие под названием «Акварельные узоры» провела художник-педагог Мария Борило. На уроки по изобразительному искусству побывала и наша съемочная группа. Наступила прекрасная осенняя пора. Холодный воздух наполнился желтыми, оранжевыми и красными красками. В Видновской Центральной библиотеке состоялся мастер-класс, где попробовать изобразить эту неповторимую палитру природы на бумаге мог любой желающий. Так получилось, что на мастер-классе присутствовала всего одна участница. Но, несмотря на это, урок изобразительного искусства состоялся. Заданием было нарисовать картину, на которой изображены осенние листья. Мы рисуем фон только холодными цветами. Это сделано специально, потому что теплые цвета рядом с холодными, и картины выглядят более яркие. Холодные цвета – это синий, фиолетовый, голубой, а теплые – это оранжевый, желтый, коричневый, красный. Вот когда они рядышком находят, наши цвета становятся еще ярче. Художник и педагог студии «Акварель» Мария Борило рассказала, о правильном расположении композиции на рисунке, технике акварельной живописи, какие цвета и кисти использовать, как именно наносить краску. Эти краски очень яркие, и здесь много есть цветов темных. Но на самом деле, когда мы возьмем и нанесем их на листик, мы увидим, что это синий цвет. Или здесь у нас, например, изумрудный цвет. То есть надо сначала познакомиться и понять, где какие у тебя цвета. Мария закончила художественно-промышленный институт по специальности «Графический дизайнер». Позже получила диплом педагога по изобразительному искусству и стала работать в детской студии «Акварель». Дети обычно периодами идут. У них период сначала пейзажи, потом период портретов, период только графика, потом вдруг живопись. То есть тут, так как они изучают, формируются, у них вот это вот переходит, перетекает из одного в другое. Вика Руднева – воспитанница из-за студии «Акварель». Девочка признается, что ей нравится рисовать осенние пейзажи из-за возможности использовать богатую цветовую палитру. На полянке там стоит дерево, с которого падают листья, трава уже пожелтела и пенек стоит. Иногда рисую быстро, но у меня получается красиво. А бывает, я долгое тоже получается красиво. На занятиях из-за студии «Акварель» дети создают удивительные работы, используя различные техники и материалы. Мы стараемся ребят наших давать им большое количество знаний, развивать в плане творческом, разносторонне. Стараемся проходить все техники по живописи, охватывать, может быть, какие-то еще больше объемные, там, скульптура, 3D-моделирование из бумаги. И вот такие вещи, чтобы ребята могли пространственно еще размыслить, потому что для рисунка это тоже необходимо. Напоминаем, что творческие мастер-классы проходят в библиотеке каждый месяц. И принять участие в них может любой желающий совершенно бесплатно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин